Всем привет дорогие друзья! Это новая серия на канале Нидо Ванны. Кто еще не знает, меня зовут Андрей. У меня высветился дача, что нужно заменить масло. На Ниссан Тиана вот так высвечивается, что требуется замена масла, пройти ТО и поменять все фильтры. Так что я сейчас собираюсь поехать в магазин, купить масло и поедем мы с вами его менять. У меня датчик замены масла стоит на 10 тысячах километров. Я не знаю, правильно это или неправильно, ну лучше конечно наверное на 8 ставить. Пока что у меня стоит на 10 тысяч. Масло я пользуюсь Люкви Моли. Друзья, ну вот я взял масло Люкви Моли 5W40. Эта машина всегда на этом масле ездит, она не жрет его и ничего не делает. Также я взял фильтр МАН, конечно не оригинальный, но получше чем всякие там непонятные фильтры. Боша не было. Также МАН фильтр масляный. Теперь я выдвигаюсь на ствол, чтобы это все поменять. Я так думаю, что много времени это не займет. Залезу еще под машину, посмотрю как там будет пожевать моя ходовая часть. Вроде она меня не тревожит, но все равно. Итак, подняли короче тачку. Ну это как всегда у Ниссан самая болезнь. Поднялась весь металл. Вот этот. Вот это в принципе. Все, но... Грязный, конечно. Ну, и все, ладно. Но вообще идеально. Ровненько. Ничего не билось, ничего не ровнялось. Три тысячи за колпа? Блин, легче диск снова купить вместе с этими колпаками. Ну я понял. Не, у меня как бы все, оригинал, все стоит, все нормальное. А ты дрифтом не занимаешься? Нет. Ну к вам приезжают тачки вообще такие? Блин, дольше ты сейчас не даже не это... А, ну ты имеешь в виду рычаги именно по вот этому, да? Ну, по клаптурбе, да, там, все какие-нибудь такие. Нет, это же в этом супер, я когда работал, у нас там один приезжал на Мазде, Мазда тройка была, хоть бы, я помню, все, пытался под МПС-ку сделать. Не легче было МПС-ку взять сразу, блядь. Кулик нечем. Вон не появился звук, но когда газ нажимаешь, какая-то вибрация идет. Слушай. Ну это какой-то отружатель, потому что под капотом тихо. Вот он. Чуть-чуть дайте вберем. Ну так, дребезжание, да? Да, да, да. Ну это что-то какой-то отражатель. Потому что под капотом вообще все тихо. Вот он. Да, какой-то пыльник. Да? Ну что, думал, что у тебя что-то под капотом? Ну нет, под капотом вообще тишина. Не вибрация. Ничего не так. Пропало? Да, вроде пропало. Сейчас я пушу и покажу тебе, откуда. А, вот он. Я чуть подогнул сейчас она, она вот из-за движих хомуты уже таки не нашла. И вот где-то вот из этой части. Сечет, да? То есть она этот. А, этот, короче, от карт. А ты, получается, да, вот эта вся часть. Банка вот эта. Пламя-гоститель получается. Да, он прям из гофро идет все вместе, вон, видишь. В принципе, нет. Почему можно, как бы, отпиливаешь, да, то есть кусок вариваешь. Надо именно вот какую-то плоскую искать. Потому что здесь уже такая бочка не пойдет. То есть здесь, видишь, тебя подрамник. Ну, да. То есть надо вот именно, блин, я не знаю, либо какой-то ремкомплект. Ну, если менять эти наши глуши, по совету, ехать непосредственно тем, кто занимается. Ниссан. Глушителями. А, глушителями. Чисто именно по словам, да. Ну, да. То есть я тебе уже подберу все эти вставки, все уже как надо, короче, сделаю. Ну, если не беспокой, да, как бы, не запах в салоне, то есть, в принципе, я не знаю, я бы не заморачивался. Ну, вот именно вот отсюда. Ну, а наша потихоньку будет, ты так, булла потом, да? Да, со временем начнет, короче, херачь. Да, она что-то прогорать, прогорать, то есть, как бы. Она здесь чуть-чуть гниет, потому что, видишь, она постоянно в пыльнике, вся эта, ну, то есть, не проветривается. Потому что здесь вот квадрамник идет, то есть, если будет бочка, она у тебя будет вот так торчать. Ну, да, я буду цеплять, да. Вся вещь тоже, как бы, продуманно сделаю, да, да. Да и так защиту цепляю каждую кочку, блин. Смотри, вот. То есть, и так, нет, сейчас все. Она вот, я, прям, вот эта часть была поджата вот именно к трубе. Ааа, и ты ее тупо отжимал и все. Да, чуть просто отвел ее, потому что, ну, денег, что подтягивать ее уже, во-первых, некуда, видишь, уже болты все такие скромные, то есть, сейчас они лопаются. Ну, да. То есть, ну, либо, как вариант, просто выкидываешь все. Отрезать вот так. Не, 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 сам пыльник я имею вот эту. Я понял, ну, если хомуты снимать, отрезать, новую варивать и на выхлоп вместе с задними банками выйдет рублей двадцать, да, ремонта? Не могу сказать. Ну, давай попробуй ты заметь. Ну, все, нет ничего. Ну, с утра попробуй, что-то. С утра пробуй. Все, давай, Данил. Все, спасибо. Короче, ребят, все, поменяли масло, поменяли фильтра, сделали вибрацию. На оборотах давала вибрацию глушитель. Да, теперь ничего нет, ничего не вибрирует, ничего не делается. Вообще, спасибо, Даниле, огромное. Приезжайте в сервис Aventage Style. Крутой сервис. Я всегда там обслуживаю все свои машины. Так что, приезжайте. Теперь можно смело ехать домой и делать вам видосик. Все, пока.